Славянский район так богат на таланты, что все дарования не могут быть отмечены в ходе одного мероприятия. Доброй традицией стало честование тех, кто своими творческими успехами и спортивными победами прославляет наш район, кто отличается любовью к своему делу. Мы недавно уже рассказывали о награждении отличившихся учащихся и педагогов. И вот новая торжественная церемония. В городском доме культуры собрались способные ребята и их педагоги со всего Славянского района. Это были те, кто уже проявил себя, добиваясь побед на конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях всех уровней. Вместе с ними были их замечательные педагоги и тренеры, которые ведут их по пути развития. Мир действительно принадлежит детям, потому что ваша энергия, ваша жизнерадостность, ваша изобретательность и смекалка двигают это время, этот мир, эту жизнь вперед. Именно вам принадлежит не только мир сегодняшний, но и будущее, особенно будущее нашего региона, будущее нашей страны. Я уверен, что даже закончив школу, вы продолжите побеждать, может быть, в каких-то ежедневных вопросах, ежедневных проблемах. Вы будете выходить к новым вершинам. Мы еще услышим ваши имена. И вот на сцену Дома культуры выходят участники церемонии. И всех их от чистого сердца поздравляют с победой. Нам есть кем гордиться. Все награжденные получили благодарственные письма и памятные подарки. И, конечно, все, о чем говорилось со сцены, было вполне заслужено. Нашего зала, нашей сцены не хватает, чтобы за один раз собрать всех и отдать дань чести за тот труд, за те успехи, за те спортивные, творческие, интеллектуальные победы, которых добиваются наши ребята благодаря отважным педагогам, отважным тренерам, преподавателям, которые работают в наших отраслях образования, культура, спорт. Победить в каком-либо конкурсе, какого бы уровня он ни был, это серьезная задача для каждого участника. И сегодня мы видим тех ребят, которые достигли уровня России, достигли уровня края. Но у нас еще огромное количество победителей, тех ребят, которых мы в преддверии праздника поздравляем на наших школьных мероприятиях, на мероприятиях различного более иного уровня. Но каждый из них отмечен. Лучшие из лучших приглашаются для честования. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, тренеры. Все они работают добросовестно и самоотверженно и добиваются отличных результатов. И они видят свою главную задачу в том, чтобы раскрыть потенциал каждого учащегося. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко от всей души поблагодарил отличившихся ребят и их замечательных педагогов за неравнодушие и пожелал всем новых успехов. Этот праздник возник благодаря вам, сидящим здесь в зале. Как сказал Наталья Иванович, еще большая прияда за этим зале. Это вы создали этот праздник благодаря вашим интеллектуальным достижениям, достижениям спорта, творчества. Сегодня на нашем небосуде Славянского района засияло много звезд. Я хочу сказать, ребята, вам и выразить слова благодарности, прежде всего. Сегодня не простая жизнь, у вас сегодня масса соблазнов. Но вы молодцы. Вы сегодня прославляете наш район, как уже было сказано много раз, и в спорте, и в научных олимпиадах, и в следовательских работах. Созвездие талантов в этот день пополнилось именами трех лучших спортсменов, показавших наивысшие результаты по итогам года. Это Милоне Милоне Станислас, призер спартакиады учащихся Кубани 2024 года под Хэквондо среди юниоров. Отмечен его наставник, тренер Роман Лавриненко. Сестра лучшего спортсмена Мелисса завоевала серебро первенства ЮФО под Хэквондо. Вторым победителем в номинации «Спортивный успех года» стала Полина Чернышкова. Победитель первенства ЮФО по настольному теннису среди девушек до 16 лет. Награжден ее тренер Владимир Черняк. Третья лучшая спортсменка – это воспитанница тренера Александра Рогозы Олеся Клочнева. Победитель первенства России среди девушек по гиревому спорту. Затем были оглашены имена трех победителей в номинации «Творческий успех года». Первым был назван учащийся первого лицея Степан Маркин, победитель всероссийского конкурса «Большая перемена». Победила в этой номинации Анна Еремчук, также победитель конкурса «Большая перемена». У лицеистов победители Степана и Анны один наставник. Педагог первого лицея Галина Мирная, которая приглашена на сцену для награждения. Честно говоря, в восторге, нету слов, одни эмоции. Большое спасибо, нужно сказать, мирной Галине Александровне за то, что она меня поддерживала, помогала мне во всех начинаниях. Буду идти дальше и всем советую добиться такого же успеха. Победила в номинации «Творческий успех» 2024 года учащаяся 12-й школы Таисия 40 лет. Победитель всероссийских конкурсов для участия в шоу-проектах «День знаний со звездами в Кремле» и «Большая сцена в Москве». На сцену были приглашены родители Таисии Александры и Ольга 40 лет и ее педагог-наставник из 12-й школы Кристина Ковальчук. Я очень рада, что этот труд замечен, оценен. Это на самом деле большая честь получить такую награду. Я сама всю свою жизнь занималась творчеством и горда тем, что моя дочь продолжает мое дело. Более того, она превзошла меня уже во много-много раз. Конечно, я очень волновалась, руки до сих пор трясутся. Спасибо всем, нашему педагогу, спасибо району за возможности. И, конечно, спасибо моей талантливой, трудолюбивой дочери. В номинации «Педагог-наставник» победителем стала Евгения Осьминкина. Настоящий профессионал своего дела, педагог-энтузиаст, бессменный руководитель школьного творческого объединения Эльдорадо, которому исполнится 25 лет. Это настоящий вдохновитель и организатор множества интереснейших творческих мероприятий, что проходят в первом лицее города. У меня театральная студия, у меня чтецы, у меня вокалисты, у меня барабанщицы. Барабанщицы. Мы делаем все мероприятия, не только в школе. Иногда нас приглашают, например, наши спортсмены приглашают нас показать спектакль и поиграть с ребятами на Новый год. Это у нас бывает. Мы участвуем во всех мероприятиях нашего района обязательно. Мои барабанщицы стучат, таких больше нет. Но главное в работе, конечно, это не мои заслуги буквально. Я не считаю, что это мои заслуги, это заслуги детей. Я очень благодарна, что дети приходят, работают со мной. Они у меня талантливые, они у меня любимые. Для лицея победа педагогов престижной номинации очень дорога. И она послужит стимулом для дальнейшего творчества. Система нашей работы – это не только стараться давать глубокие прочные знания, это сделать то, что называется творческая среда, среда всей школы. Но вот согласитесь со мной, что, наверное, одни из самых лучших праздников – это праздники первой школы. Я считаю, что когда собирается вся школа, когда мы приглашаем родителей, то мы должны удивить, поразить. И вот эти все лучшие качества, которые мы воспитываем в детях, передать родителям, показать это. А Евгения Лазаревна – это, наверное, бренд нашей школы, выражаясь современным таким инбурчко-сленговым языком. Это бренд нашей школы. Если бы мне задали вопрос, в чем душа первой школы, я бы, наверное, назвала прежде всего ее. Потому что к ней дети идут, чтобы раскрыть те свои способности, вот раскрыть свою душу. То, что, наверное, возможно, иногда не получается на уроке. Учащиеся, с которыми работает Евгения Осьминкина, благодарны ей за все, чему она их научила, открыв двери в мир сцены. Я очень рад, потому что Евгения Лазаревна безмерно много с нами работает, помогает нам. Все конкурсы, в которых я участвовал, это заслуга Евгении Лазаревны. Потому что, во-первых, она дала мне базу актерского мастерства, а во-вторых, она готовит мне каждому конкурсу, рассказывает интересные фишки, что можно сделать. Это не только моя заслуга, мой праздник, еще и праздник моего любимого педагога-наставника Евгении Лазаревны. Педагог с большой буквы. Потому что таких педагогов очень сложно найти. И то, что она с нами делает, то, какие они на проекты ставят, это действительно эксклюзивная вещь. Церемония «Созвездие талантов-2024» была украшена выступлениями лучших творческих коллективов. Завершилась церемония чествования на самой оптимистичной ноте с наилучшими пожеланиями новых побед и творческих свершений. В этот день в зале зажглось яркое созвездие детских и педагогических талантов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».